Всем привет, с вами Полтем. Итак, состоялась презентация iOS 13. Система получилась достаточно инновационная в какой-то степени, но одновременно очень спорная. Напишите в комментариях, что вы думаете о iOS 13 и будете ли вы ее устанавливать на ваше устройство, да и в целом поддерживает ли ваше устройство новую систему. Также оценивая видео пальцем вверх, я всегда стараюсь оперативно донести до тебя всю новую информацию из мира Apple и мне приятно видеть, что ты оцениваешь видосы. Ну и конечно, подпишись на канал. В iOS 13 на 30% быстрее работает Face ID, а также обновления приложений весят на 60% меньше. Это говорит о том, что Apple реально хорошо оптимизирует последнюю iOS на все устройства. Первое это, разумеется, темный режим. Мы его все так долго ждали, наконец-таки получаем. Будет отдельный переключатель, с помощью которого вы сможете его включить в центре управления, но также в настройках у вас будет такая же возможность. То есть, касательно темного режима, он одновременно и темный и не очень. То есть, если это рабочий экран, то здесь никаких темных цветов нет, кроме вот этой плашки в доке, там где находятся иконки, которые видны со всех экранов. Но если же это просто рабочий стол, то нельзя сказать, что он темный. Даже непонятно, что у вас включена эта функция. Однако, если вы будете переходить в какие-то приложения, например, в настройки, в музыку и так далее, то уже здесь во всех цветах и во всей своей красоте этот темный режим будет просматриваться. Что хочется отметить сразу, Apple реально использует черный цвет. Кое-где в интерфейсе встречаются серые элементы или блюр, но в большинстве это именно черный, что очень хорошо скажется на батарейке, если у вас на устройстве установлен OLED-дисплей. Нужно меньше энергии, чтобы подсвечивать экран, и таким образом ваша батарейка будет жить дольше. Это огромный плюс. Как бы странно это ни звучало, но именно черный цвет дает больше цветов самой iOS. То есть перед нами, по сути, редизайн, ведь в черном цвете система выглядит намного интереснее. Но это лично мое мнение, напишите в комментариях, что вы об этом думаете. На мой взгляд, черная тема, вот этот темный интерфейс, это must-have, который будет стоять у меня лично по умолчанию на устройстве. Еще Apple запускает новую функцию под названием «Войти с помощью Apple». Это по типу «Войти с помощью Facebook, Twitter или Google». Apple убеждает, что это наиболее безопасный вход в систему. Компания будет маскировать адреса электронной почты и другие личные данные, только чтобы позволять приложениям косвенно связываться с пользователями. Так вы сможете быстро заходить на различные ресурсы, которые будут поддерживать данный способ входа. Apple продолжает допиливать Apple карты. Кто ими вообще пользуется? Здесь выбрали Flyover и добавили Lookaround. Это что-то вроде Google Street View, но только в исполнении компании Apple. Также ребята из Apple дорабатывают города, населенные пункты, но нам в целом это все не грозит. Мы продолжаем использовать Google карты или Яндекс карты. В iOS 13 расширяют поддержку Memozi и также добавляют больше возможностей для их кастомизации. Теперь вы сможете сделать абсолютно любую Memozi на ваш вкус. Must have функция. В iOS 13 появится возможность переворачивать видео, снятые в вертикальной ориентации, давать произведение в горизонтальный. Очень не хватало и слава богу, что добавили. Список поддерживаемых устройств. Все достаточно понятно, но однако iPhone SE в последний момент залетает в этот список. Но здесь вы не увидите 5s, 6 и 6+. Касательно iPad'ов, то iPad Air первого поколения уходит из обновления. Немножко странное решение, учитывая, что в SE все-таки маленький экран, на котором не так хорошо будут выглядеть все новые сервисы Apple. Но, видимо, ребятам из Apple вернее. В шестерку убирают, но добавляют SE. Странно, но, ребята, с SE вы можете радоваться. Касательно производительности и батареи, пока что это первая бета, вы должны это понимать. Поэтому есть кое-какие вопросы к жизни аккумулятора, а также к производительности. Ведь иногда проскакивают фризы и лаги в самих приложениях. Но, ребят, это бета, опять же, вы должны понимать. iOS 13 Beta 1 уже доступна для разработчиков, они могут ее тестировать. А публичный тест будет доступен чуть позже, где-то через неделю. iOS 13 Final выйдет осенью, сразу после презентации iPhone. Так что оставайтесь на канале, чтобы быть в курсе новостей. В целом, на данный момент это все, на чем стоит заострить внимание касательно iOS 13. Чуть позже на канале будут самые главные фишки системы, более подробные обзоры и прочие лайфхаки, которые удалось найти в новой системе. Так что подписывайся на канал, оценивай видео пальцем вверх, мне реально важна твоя поддержка. Не забывай облочках. Пока!